Доброе утро всем. У нас такой небольшой туман. Наверху холодно. Из дома выходило нормально было, а сейчас холодно. Десять. Иду открываться. И пахнет дымом, как осенью. Все, десять. Да, пахнет дымом, как осенью. И вот тут немного хлоркой. Потому что, наверное, обеззараживает. Или как-то его делают. Фикус опять обрезали. Вот, блин, растет, его режут, он растет. Посадишь дома, ходишь, лелеешь, но нифига не растет. Как так? Не надо никого ходить лелеять, сами будут расти. Немного зеркала помыла. Ну так, пылюк, пылюк протерла. У меня сегодня день красоты будет. Поставила воск себе разогреваться, усики убирать и брови покрашу. У меня, знаете, с бровью особенно какая-то проблема случилась. Вот тут куда-то волоски делись. Куда они делись, я не пойму. То есть она какая-то вот так обрубленная. Были волоски как на этой, а стало вот так как-то. Странно. Я оттуда не выщипывала, никогда ничего не делала. Но волоски куда-то, каким-то образом исчезли. Очень странно. Там есть маленькие какие-то, знаете, тоненькие? Уже волосы с бровей падают. Во, блин, дожили. Пока воск разогревается, полотенце сложу и положу туда. Рабочие будни. Что еще? В четверг вообще в парикмахерской самый тухлый день. Потому что вроде бы как, кто хотел уложиться с начала недели, уложился. А кто там хочет к выходным, то завтра, послезавтра. Поэтому в четверг можно смело делать какую-то уборку или еще что-то. Или, например, заниматься своей красотой. А вот, чем мы и займемся. Брови развожу, кстати. Ой, развожу. Крашу обычной краской. Номер пятый. Вот. И развожу один к одному. Ну, в принципе, есть которые краски, которые разводятся один к полтора. Ну, это на краске написано. Покупала краски для бровей специальные. Знаете, все это фигня на постном масле. Все один и тот же эффект. Наношу сначала на хвостик, а потом уже на все брови. Так мне удобнее. И что еще хотела сказать? Забыла. Выдерживаю 5-10 минут. Если седина, то нужно все 30 минут выдерживать. У меня нет седины, я просто хочу цвет добавить. Просто добавить воды. Вот так. И потом уже. Хорошо сейчас прорисую вот этот вот уголок, где брови нет. Куда-то она исчезла. Ну, хорошо. Хорошо. Брови покрасила. Эта часть не появилась. Теперь будем удалять усики. У таракана усики. И не только. Вот эту часть тоже удаляю. В общем, где волос растет, там и удаляю. Даже немного бровки вот так делаю. И обязательно надо посмотреть, что там выдернулось. Что там выдернулось. Блин, тонко намазала. Рвется где тонко, там рвется. Я красавица. Я красивая. Я счастливая. Ну, в общем, я поехала. Вот под эти штанышки я брала вот этот свитер. Даже не знаю, как его назвать. Потому что это эко-кожа. И вы знаете, он не скрывает живот. Живот у меня по-любому есть. Они вообще не утягивают. То есть там все свободно. Как бы их утяни, не утяни. Они не утягивают. И поэтому, чтобы все это скрыть, мне хотелось какой-нибудь свитер, чтобы вот так вот все скрывало. Мне кажется, очень сочетается неплохо. А даже, можно сказать, классно. Поэтому, видите, зад немного подлиннее. И ботинки, кстати, с России. Но не в этот раз я их покупала, а позапрошлый. Позапрошлый. Сверху, естественно, у меня косуха. Поэтому все красиво. Кстати, я сказала, что четверг такой день для парикмахеров не очень. Никогда не угадаешь. Только я это сказала, пришли люди. Как так? Я буду теперь каждый день говорить. Пятница день не очень, чтобы люди приходили. А сейчас я иду домой. И готовить кушать. Что же я буду стряпать? Грибочки жарить. Нарезала чесночок. Сейчас отправлю на сковородку, на оливковое масло. Поджаривать чесночок. И тем самым временем помою грибы и тоже их порежу. Порежу, в общем, как вам нравится. Порежу, в общем, как вам нравится. Чесночок здесь уже поджарился. Даже, можно сказать, я тут воюю. И, в общем, добавляю туда грибочки. Грибочки мои, грибочки. И дальше стругаю и все добавляю. Я немного их присолила. И сразу у грибы пустили сок. Вот. И сейчас я добавлю немного вина. Все, наконец-то оно закончилось. И все. И оставляю как бы тушиться. Вин, этот, как он называется, алкоголь выпарится. И будут безалкогольные грибы. А то вдруг кто-то еще не знает, что если добавляешь вино, то будут алкогольные грибы. Нет, нет, они будут безалкогольные. Пока будут готовиться грибы, можно добавить себе все какие. Я добавлю, наверное, знаете, что? Черный молотый перец. Да. И у меня мясо есть. Сейчас буду просто мясо жарить. Чуть-чуть маслоцем. Можно было бы на гриле, но неохота его доставать. Знаете, все такое. Вот. Ребенок плачет. Он у них очень часто плачет, кстати. Не знаю, почему. Ну, потому что может быть ребенок. Мама ругает его. В общем, да, мы продолжаем. Ребенок плачет, я продолжаю. Ай, ай, все затомилось. Я ж варилась. В общем, мясо я добавила свои специи, которые я купила на рынке. И сейчас переверну и посолю. Всегда переворачиваю мясо, только тогда, когда переворачиваю. Иначе оно будет, ну, на мой вкус и взгляд, ну, и в интернете так писали, суховато. Вот. Хотя это мясо хорошее, поэтому оно суховатым не должно быть, но все-таки. В общем, да, грибочки мои готовятся. Готовятся. Прям много грибочков. Если не доедим, господи, добавишь яйца, и будет тебе омлет, как здесь говорят, револьту де сета, для чемпиньоны. Знаете, что еще я слышала? Для моего мужа чемпиньоны, это не грибы. Я не знаю, что это. Я ему говорю, чемпиньоны те же самые, он грибы вообще не любит, а вот чемпиньоны, да. Я говорю, так другие какие вот есть грибы. Я говорю, так они тоже грибы. Нет. И вот его не убедишь, что грибы, шампиньоны, это грибы. Ну, как-то так. В общем, все кипит, бурлит. А я тут посуду мою. Что, чтобы время не пропадало, приятность, полезность. Надо побольше включить. Вытяжку. А то все мимо, куда-то туда. Все куда-то мимо идет. Кстати, селедки без шубы так отправляется в мусорку. Я так ее и не доела. Жалко, но ничего не поделаешь. Либо жопа растет, либо вот так вот есть. И не доедать. Немного сыра и яйцо, жареное сверху. И всем приятного суббитра. Уже заговариваюсь, потому что кушать хочется. Всем приятного аппетита. Прочитала ваши комментарии, что нужно обрезать все вот эти сухие. В общем, я обрезала все сухие. Ну, не знаю, если я вот эти тоже обрежу, то там вообще ничего не останется. В общем, эти оставлю. Они такие более-менее. пусть растет. Пусть растет и процветает. А я пойду собираться уже с Чарли гулять. Ничего, там робот у меня ползает. И пойдем сейчас на прогулку. Туман вроде бы как рассеялся. В общем, погода замечательная. Полила фиалочки. В общем, полила цветочки. Вроде бы как надо уже. Пошла одеваться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю отмечаете ли вы в своих семьях его или нет. Мы его не отмечаем. Потому что день Святого Валентина можно устроить каждый день. И как бы не знаю но у нас завтра в спортзале разные там мероприятия будут. Знаете например класс зумба у нас будет и туда можно прийти своим своим своей второй второй половинкой. Вот. даже не знаю. Завтра пойду на сумбу а там все ну я не думаю что мужчины придут плясать отплясывать потому что у нас был такой один зашел и через 15 минут он спрашивал когда все это закончится. Ну интересно будет. В общем да у нас в спортзале там отмечают. ну мне кажется знаете на таких мероприятиях там на работе типа отмечают не знаю как-то мы мы дома не отмечаем а как отмечать? идти в ресторан завтра пятница у меня рабочий день вот да и по ресторанам я как бы знаете не люблю шастать ну наверное я не романтичная натура как что он там и жрет Чарли Чарли Ке Комэ Чарли Ке Комэ Наверное семечко у меня нашел где-то и лопает Ке Комэ Фу все видите проглотил что жрал рассказывай вкусно было вкусно было в общем да пишите в комментариях отмечаете ли вы этот праздник или нет у меня мы будем с Чарли отмечать на работе да будем с тобой отмечать завтра день святого как ты меня любишь ну-ка покажи как ты меня любишь буситу буситу вот 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 как меня любит моя любовь вот вот как любит моя любовь что еще нужно с праздником всех я уже дома почистила зубки намазывалась кремом бровь у меня так и не нашлась видимо она совсем убежала гадина такая я пыталась ее искать при вас пыталась но она у меня так и не нашлась прям вот этот уголок вообще куда делась бровь ау ты куда делась как так может быть самое нелюбимое дело после того как я прихожу в спортзал это разбирать сумку Чарли на место занято вообще это знаете как когда помоешь помоешь посуду и думаешь такая с облегчением ура слава богу посуда помыта делаешь поворот головы смотришь на плиту а там немытая сковорода да да вот как то так так же то же самое с сумкой вроде бы думаешь сейчас уже присяду у нас соседи что то ремонт затеяли в 10 часу ночи если что то вот и думаю сейчас как сяду отдохну а там еще сумка не разобрана блин а еще хотела а мне сейчас еще нужно найти знаете что на завтра хочу фунчозу готовить вот ну либо с креветками а если нет то курицы курицы у меня точно есть а еще на ужин у меня сейчас буду мыть вот вот эту красавицу и употреблять в общем да буду с вами прощаться и заниматься поисками креветок если есть таковые но если нет тогда буду фунчозу есть с курочкой так как муж не любит у него там грибочки грибочки с мясом остались а он не любит фунчозу вот я себя побалую завтра и вот не знаю то ли завтра сделала она быстро готовится поэтому все сил у меня уже нет с вами буду прощаться еще раз у меня знаете как получается как на пасашок все по русским обычаям три раза надо прощаться да всего самого наилучшего встретимся с вами с вами завтра и всем пока пока что там они делают не пойму какие-то сумасшедшие институты видите какой-то задний девяне я это что Продолжение следует...